Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Балак. Мы видели, как два раза пытался Балак с Белямом что-то сделать, чтобы навредить еврейскому народу. Первый раз это было на горе Бааль, второй раз на вершине Пизге, на плато наблюдателей. Все идет только так, как хочет Всевышний, только благословение. Ни одного слова проклятия у Балака с Белямом не срабатывает. Они все пытаются, пытаются сделать что-то плохое, но при этом они хотят подарить взятку Всевышнему, хотят сделать жертвоприношение. Они его делают и приносят быков и баранов, в общем строят жертвенники, все пытаются что-то сделать. И вот третий раз Всевышний открывает Беляму весь стан Израиля. Там он видел частично с этих гор, а теперь гора Пиор. И ставит он всем жертвников, видит весь народ Израиля. И он опять благословляет. И он не обращается прежде к гаданию, он просто открытым пророчеством говорит. И написано, как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. Наши мудрецы говорят, что он увидел. Одни говорят, что он увидел храмы. Руки говорят, что он увидел, как шатры в стане Израиля расположены. Расположены так, что вход в один шатер находится не напротив входа в другой. То, что соседи не видят друг друга, что происходит в доме. И это очень прекрасно. Как ручьи извиваются они, как сады при реке, как алое, посаженное Богом. Как кедры при водах. Переливаться будет вода через край ведер его. И потомство в обильных водах. Превзойдет Агага царь его. То есть величайшим царем будет Агаг. И во вторе нет такого царя. Это он говорит о будущем. И мы об этом царе Агаге, читая в пророке, что его пожалел царь Шауль, первый царь наш. И вот он его пожалел. Неизвестно, почему он это точно сделал. Или он хотел воздать ему, как монарху, какие-то почести, перебив его все войско. Но пророк Шамуэль сказал, как ты лишал матерей их сыновей, то так и твоя мать лишится сына. И он убивает Агага. Вот так об этом говорится здесь. И возвысится царство его. Всесильный выведывал из Египта. Могучен, как дикий бык. Пожрет он народы врагов своих. И кости их раздробит. И стрелами своими продзит их. И опустился он на колени. Прилег, как лев. Кто поднимет его? Всякий, благословляющий тебя, благословен. Всякий, проклинающий тебя, проклят. То есть все, кто благословляет народ Израиля, они благословены. Проклинающие, проклят. Вот так. И разгневался Балак на Беляма. И всплеснул руками своими. И сказал Балак Беляму. Проклясть врагов моих. Призвал я тебя. А ты вот благословил три раза. Нам об этом ничего не было известно. Мы просто жили в стане, как нам говорил Всевышний. И все, что хотели враги наши сделать, ничего у них не удалось. Тора нам об этом говорит. То, что перед тобой, это твои обязанности выполнять. То, что у тебя за спиной, это мои обязанности. Если ты выполняешь все заповеди, со спины ты будешь прикрыт. Я всегда тебя защищу. Это та, которая у нас работает. А теперь беги к себе. Думал оказать тебе почести, но вот Бог лишил тебе почестей. Он не может заработать. Белям просто в шоке. Он столько труда положил. Он уже все, что мог, он сделал. Но не мог ничего сделать. И он что-то хочет сделать. Искал Белям Балаку. Ведь и послал твоим, которых ты послал ко мне, говорил я так. Даже если даст мне Балак полный свой дом серебра и золота, не смогу я приступить к повелению Всесильного. Здесь что-либо хорошее или плохое по желанию своему. То, что говорить будет Всесильный, то я и буду говорить. А теперь я иду к народу моему. То есть он уходит. Но он еще хочет хлопнуть дверью. И еще на него сошло пророчество. Уже четвертое. То есть три раза он благословил. Теперь четвертое. Пойдем я скажу тебе, что сделает народ от твоему народу в конце времен. И произвел он притчу свою и сказал. Вот речь Беляма, сына Биора, речь мужа прозорливого. Речь слышащего речи Всевышнего. Познающая намерение Всемогущего. Того, кто видит явление Всемогущего, падает с открытыми глазами. То есть он падал, когда говорил пророчество. Дело в том, что наш пророчество врагам, когда он был обрезан, он уже стоял перед Всесильным. До того, как он обрезался, он еще падал. Белям не был обрезан, поэтому он падал, когда сходил на него до пророчества. Так... Вижу его, но не сейчас. Сматриваешь ли вы у него, но не близко. Взошла звезда от Якова. И стал скипетр от Израиля. И сокружил он пределы Моава. И разгромят сект сынов Шета. То есть, поначалу Всевышний запретил трогать Моав. Кеники, Низи, Кадмани, это Эйсава, Омона и Моав, Савиилота, он запретил трогать. Но в будущем до этого дойдет. И разгромит всех сынов Шета. Шет это все люди, которые произошли от Шета. значит у нас есть Шет это сын кого он сын? Адама. Тот вместо Евеля, которого был Каин у нас появился Шет. И вот потомки его потом переходят дальше Ковчег и так дальше мы видим и всех сынов Шета разгромит. Так И будет Эдом разгромлен это Эйсав и будет разгромлен Сир враги его Эйсав жил на Сире мы это знаем. А Израилю будет сопутствовать успех и власть будет потомок Якова и не оставит в живых никого из жителей города это Рим. И увидел он Амалека и произнес притчество и сказал из народов первый Амалек но конец его гибель можно понять, что он самый сильный он самый большой враг Израиля он не боится Бога так его имя говорит не побоялся он Бога он готов броситься в огонь даже в кипяток говорит Бедра что он готов броситься в кипяток чтобы охладить его даже умерев так он хочет погубить народ Израиля и увидел Кинея и произнес притчество и сказал крепко обитель твоя и строй на скале гнездо твое даже если разорен будет Каин то долго ли Ашур будет держать тебя в плену что это значит даже разорен будет Каин то есть наши мудрецы говорят что Каина Всевышний изгнал изгнал его и он вынужден был скитаться и он не может теперь обрабатывать землю он был земледельцем и не мог жить на земле он должен был строить города он шел жить в города так же и народ Израиля он тоже изгнан и уходит он в изнание но придет время и он вернется то долго ли Ашур будет держать тебя в плену и произнес он притчу и сказал о кто останется в живых когда сделает это всесильный и корабли придут от Китим и смирят Ашур и смирят и Вера но и сами погибнут то есть мы хотим найти кто эти Китим Китим Родоним Доним это у нас есть в главинах и смирят и Вера но и сами погибнут и встал Белям и пошел и возвратился к себе и Балак тоже пошел своей дорогой то есть мы видим что у нас очень хорошая благословение Тора нам дает что мы получили через пророка Белиама такое сильное благословение на будущее нам его еще конечно надо заслужить еще много нам над собой работать так что пока ему это не удается что произойдет дальше мы увидим как ему все-таки кое-что удастся погубить сынов Израиля но это мы будем читать уже дальше завтра всем всего самого наилучшего урок был дал за понятие души Яков Бен Ахум Владимир Бен Григорий Павел Бен Ефим Хая Малка Бат Йосим Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Самуил Бен Герш Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Создоровья Светлана Бат Клара Шмун Бен Эльцхак Борис Бен Мария Анна Бат Рим Каполина Пер Бат Сони Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двора Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Войра Йосим Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгения Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Эледа Леор Бен Клара Мазал Парнса Сгула Ирина Бат Ури Арон Ария Бен Ури Здоровья Бадин Бен Татьяна Юлия Бат Белла За хороший дух Арон Ария Бен Двоера Амигаль Бат Сара Денис Бен Нахум За Парнса и Брюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всем Браха Парнаса Каванат Делитесь этим видео Своими друзьями Распространяйте Тору Чтоб Всевышний Гнал На всем Браху До следующих встреч Надеюсь нам будет завтра В 15.30 Шалом